Вы наверняка знаете, что сейчас ведётся много разработок в области электромобилей и беспилотников для будущего автотранспорта. Да, мы заметили. Да, но я мечтаю об изобретении, которое не позволит падать предметом под водительское кресло во время езды. Пусть машина останется той же, но с такой вот штуковиной. И всё? Да. И это все твои желания? В эпоху кардинальных изменений в концепции владения автомобилями, их использования, их функциональности... Это всё, чего я хочу. Говорят, опасно писать твиты во время вождения, так? Так. Едешь ты такой, и тут роняешь свой телефон. Кресло поднято, голова на боку, и ты отчаянно засовываешь туда руку, засовываешь и срываешь кожу с руки. Нет, я тебя достану. Словно решительный ветеринар. Именно. Именно. Ну, не совсем. Давай, кратиха, рожай! Лопнуло? Почему бы не подложить туда, я показываю с этой стороны, потому что мы британцы. Подложить кусок материала, чтобы вещи не проваливались. Что в этом сложного? Я тебя понимаю. Я как-то заглянул под водительское кресло своего 911-го, ты помнишь, и нашёл 8 пар солнечных очков. Да, это правда. Там находишь и ключи от дома, и золотые слитки, и родственников. И вот, роняешь что-то, и понимаешь, что это очень надо достать. И надо остановиться, а достать не получается. Ни отсюда, ни отсюда. В итоге ты пытаешься залезть сзади, суёшь руку вот так. И всегда натыкаешься на что-то похожее на волосатую слезь. Да, так и есть. У всех так было. Она всегда там. Волосатую опухоль. Мягкую такую. И она всегда, всегда лежит на предмете, который ты только что уронил. Думаю, однажды под чьим-то сиденьем найдётся Святой Грааль. Непременно. Послушайте, если вы все сегодня заглянете под кресло своих машин, то найдёте достаточно мелочи, чтобы оплатить Брексит. Запросто. Мы просто скинемся и заплатим. Вы согласны со мной? Да! Ну вот, вы даже аплодируете. Но три человека поаплодировали этой идее. Джеймс. Что? Интересная новость. О, боже. Что ты имеешь в виду? Когда кто-то из вас говорит «интересная новость», то речь идёт о войне. Нет. Новость, но не о войне. Это интересная новость о скорости птиц. Ещё хуже. Да, обожаю. Мы уже это обсуждали. Да, с тех пор, как он заявил, что видел голубя, летевшего со скоростью 40 км в час. Это правда. Он летел рядом со скоростью 40. Так вот, в Швейцарии дорожная камера засняла утку. Замерила её скорость. Вот фото. Смотрите, камера среагировала на утку и засняла её. Надо же, какая скорость? 52 км в час. Надо же, это невероятно. Если бы меня спросили, я бы ответил, что скорость утки — километров 30. Это не так уж невероятно и совсем неинтересно. Интересно, это знание, Хаммонд. Как может мир обеднеть от новых знаний? Именно. Это знание странное, и ни хрена не значит для людей. Тебе будет не до смеха, когда ты будешь играть пуговицу в Суиндоне, пока мы с Джереми будем махать друг другу с яхт, купленных, благодаря мировому успеху передачи «Джеймс и Джереми. Скорость птиц». Это будет мега-хит. Вы будете это смотреть? Кто готов смотреть «Скорость птиц»? А кто хочет увидеть его в роли пуговицы? Нет, ни за что. И на этом мы заканчиваем уличный разговор. Да, я продолжу. Все мы, без сомнения, обожаем горячие хэтчбеки. Да, нам нравится их практичность, экономичность, дешевизна ремонта, но при этом они носятся как бешеные бабуины. Да, и недавно появился новый вид маленького горячего хэтчбека. И чтобы выяснить, какой из них лучше, мы отправились вон на то поле.